Казательное заселение. Вчера дома убирала квартиру и нечаянно своим мизинцем, вы же знаете для чего мизинцы, да? Ну, чтобы зацепляться. Мизинцем на ноге зацепилась за блинтус так сильно, что он у меня, вот я смотрю там через 15 минут, он у меня уже синий такой, с черноватым оттенком. Я потом, может, переломалась, в общем, я как-то там помолилась, благословила его, занимаюсь своими делами дальше. И, в общем, он настолько болел, что, ну, я такая, в общем, ощутила себя немножко инвалидом, пришлось потягать ногу, пришлось на служение, пойти к дом со служения, вернуться домой. А у нас вчера было служение. И он очень болит, то есть, ну, даже в удобной обуви очень болит. Ну, я думаю, ничего страшного, поспим, и все пройдет. Просыпаюсь сегодня, а он берет и болит дальше. Я иду на служение и тяну ногу, как вот, ну, как инвалид чуть-чуть. И я воскутилась, думаю, да что это такое? Надо, Господь, я буду идти, и ты, пожалуйста, исцели мой мизинец, потому что я хочу проповедовать, сказать, чтобы мне было удобно, чтобы мой мизинец меня не беспокоил. Не хочу быть в кроссовках и в платье, потому что нога не очень влазила в другой обувь. И пока я шла, Господь взял и исцелил. И знаете, это такая мелочь, потому что для Бога нету разницы, твой больной мизинец, который тебя беспокоит исцелить, или там, ну, ты не можешь спать хорошо, у тебя что-то беспокоит сегодня, может быть, вы не решились выйти сюда. Но знаете, что Он Бог, Он отвечает на наши молитвы. И Бог, ну, нам важно знать, что мы имеем возможность, мы имеем право на исцеление, на здоровье, на Божьи прикосновения. Вот прям право имеем. И знаете, нам нужно вот в обычных бытовых вопросах пользоваться, когда мизинцы или какие-то другие части тела, что-то не то дело бывает. Поэтому слава Господу! Я верю, что Бог, Он исцеляет нас, и Он дарует нам здоровье во всех сферах нашей жизни, в духе, в душе и теле. Аминь. Аллалюя! Оставайте Вашу Библию. В Ветхом Завете, лично у меня, есть очень любимая книга, читанная, перечитанная, мне кажется, больше всех других книг из Ветхого Завета. Это очень впечатляет меня, очень, сколько бы раз ни читала, дает вызов, как-то, ну, в общем, очень-очень ободряет меня. Это книга Ниеми. Очень люблю, ну, самого Ниеми очень нравится, очень симпатизирует, в общем, Ниеми. И очень интересное событие, описанное в книге Ниеми. Поэтому, когда получилось так, что я буду проповедовать сегодня в церкви, я решила, что нужно воспользоваться, поделиться некоторыми мыслями с вами, а не тем более некоторые из них будут очень на злобу дня. Потому что мы верим о том, что Писание, оно на злобу дня. Вы так верите? О том, что мы не просто читаем истории, охаем, ахаем, симпатизируем или не симпатизируем каким-то героям, думаем там как-то, вот молодец или вот не молодец. Но мы применяем это к себе. Поэтому очень важно, чтобы подумать каждому из нас, что в 21 веке, в твоей личной жизни, в моей, Бог хочет сказать мне через эту историю. Которую наверняка вам и читану, и перечитану, и тоже не новая история. В Библии, знаете, нет новых историй почему-то. Поэтому они, когда ты прочитал Библию, там все остаются и дальше просто повторяются. Но мы сегодня с вами, будет такая не очень обычная проповедь, мы с вами поизучаем. Это очень хорошо, если вы откроете свои Библии, если вы приготовите свои конспекты. Вдруг там Господь будет вам что-то говорить, вы же так верите, да? Вот, если у вас нет Библии, то за моей спиной есть экран. И потом мы будем с вами смотреть, следить в том, что Бог хочет нам сказать. Давайте кратко помолимся. Дорогой Господь, Боже, вот каждый из нас, вот мы, Боже, и мы нуждаемся, чтобы ты говорил сегодня. Господи, в нашей жизненной ситуации, в нашей заботе, в нашей проблеме, в нашей жизни, ты знаешь каждого из нас, где мы есть, где мы слабые, и где мы нуждаемся в твом прикосновении, корректировке, ободрении, вдохновении, чтобы идти дальше, чтобы побеждать, чтобы светить, Господи. Вот мы, мы открываем свои сердца, Боже, и нам так важно, что говорит Твое Слово, что Дух Святой, чему ты хочешь научить нас сегодня. Слава Тебе и хвала во имя Иисуса. Аминь. Итак, до того, как мы сейчас нырнем с вами немножко, нырнем, неглубоко, потому что у нас нет очень много времени, но нырнем в книгу Ниеми, давайте мы вспомним контекст, или для тех, кто не знает, то мы вспомним контекст предыстории, в какое время происходят эти события. И, ну, может быть, вы освежите свои знания, может быть, узнаете. То есть, в общем, мы всегда знаем о том, что Бог говорит своему народу о том, что будешь слушаться Меня, все будет у тебя хорошо. Не будешь слушаться Меня, да, там есть Старозаконие, 28 глава, она не только о благословениях. И Бог, Он многократно, многообразно, через разных пророков, во время, во все время, ну, Израиля, во все время истории, в Библии, Он к своему народу обращается. И вот приходит время царя Соломона. Царю Соломону лично было повторено о том, что ходи моими путями, исправься, и все будет хорошо, потому что пред Соломоне, мы знаем, царство Израиля, оно было очень богатое, очень влиятельное, очень Богом, ну, настолько явно благословенное, что там уже сложно было по-другому понять, да. То есть мы все это понимаем. Но мы знаем, что Соломон не очень послушался Господа, местами слушался, местами не слушался, не очень хорошо закончил. И после смерти Соломона царство, оно раскалывается. И это 930, я вам сейчас немножко готов скажу, для того, чтобы мы понимали период, вот насколько это близко, вот там, когда мы доберемся до Ниемии, ну, чтобы мы избежали определенных ошибок в понимании, что же случилось, почему там Ниемия будет плакать, или что там за события происходят в книге Ниемии. Итак, 931 год до Рождества Христова, естественно, потому цифры будут заданно оборотом, больше, меньше, чем вспоминаем, да. То есть царство, оно раскалывается на Южное и на Северное царство. Первый правитель в Северном царстве – это Иерова, без разницы нам сегодня на это, два, это десять племен, десять колен объединилось в так называемое Северное царство. И Южные два племени, два колена возглавил сын Соломона Рава. И, в общем, получалось два таких царства, которое на самом деле очень преуспевало в идолопоклонстве, очень преуспевало в безнравственности, очень преуспевало не в том, чтобы ходить с Господом, в том, как бы обойти пути Бога и завуалировать их. То есть очень плохо все у них там было. И в этом как Бог предупреждал многократно отдельных личностей, и свой народ в целом, Он предупреждал о том, что царство, которое будет не почитать Господа, оно будет завоевано, оно пойдет в плен. Много раз предупреждал. И мы видим в истории о том, как первым падает Северное царство. В 722 году до Рождества Христова они были уведены в плен ассирийцам. Они были побеждены и уведены в плен. Южное царство просуществовало, ну, больше. И в 586 году до Рождества Христова они были тоже завоеваны, поражены вавилонянами. И так называемый, известный нам, мы читаем это в разных книгах Библии, начался вавилонский плен. Израильтяне, это жители Северного царства, они полностью, практически, понятно, кроме каких-то там единиц, ну, можно в целом сказать о том, что они растворились среди ассирийцев, среди тех народов, которые их окружали. Они брали в жены, выходили замуж за тех людей, кому не нужно было, за, в общем, ассирийцев и так далее. И, в общем, там у них был вообще полный хаос и очень грустно. Иудеи, это Южное царство, несмотря на плен, они смогли сохранить свою, ну, как бы общину, можно так, в принципе, сказать. И у них немножко все-таки даже в плену дела шли получше. И поэтому, когда вавилонское царство, оно тоже не устояло, и когда оно распалось, это был 539 года нашей эры, ой, до Рождества Христова. И вот, смотрите, в 586 году их завоевали, Южное царство, а в 539 уже пало вавилонское царство. Это был не такой большой плен, как у Северного царства, там, 40 с лишним лет, считайте. И вавилонское царство падает, медийцы персы завоевывают, и у иудеев есть возможность вернуться на свою родину, они больше не в плену. Они могут остаться там, где они были, часть так и поступает, а другая часть имеет теоретическую, ну, законную возможность вернуться на свои родные территории. И буквально на следующий год, 538 год до Рождества Христового, они начинают возвращаться в Палестину, начинают возвращаться в землю обетованную, и такой известный персонаж, если вы читали в Библию, их возглавляет, это Зарававель. О нем написано в Ездре, в книге Ездра очень много, это первая глава. И очень интересное там пророчество о том, что царь Кир, язычник, он говорит, надо построить в Иерусалиме, в общем-то отдельная история, не сегодняшняя пропасть, потому что мы про Неемию, храм в Иерусалиме, и он практически, можно сказать, снаряжает, Зарававель, с большой группой людей, несколько десятков тысяч иудеев, они отправляются, это была такая первая волна, ну, миграция, мы бы назвали сегодня, на эту территорию, на свою законную родину, и Зарававель с людьми, которые пошли с ним, они пытаются восстановить храм, который был разрушен. Они встречают сопротивление самаритян, которые то хотели, то потом не хотели, в общем, встречают сопротивление, и несколько десятков лет пытаются отстроить храм в Иерусалиме. В 538 году была первая миграция, в 515 году храм был восстановлен. Это первая волна такая, миграция. Многие годы спустя, специально вот говорю вам цифры, чтобы вы так по главе чуть-чуть подсчитывали, и не засыпали. В 458 году, то есть в 515 был храм восстановлен, в 458 году, мы ждем задом наперед, помните, идет вторая волна миграции, которую возглавил Ездра. Тоже известный такой нам персонаж из Библии, книга Ездра, и в других книгах он упоминается. Книжник, человек, ученый, человек, на котором был дух Божий, который там много времени потратил, для того, чтобы израильский народ привезти в чувство, скажем так. Когда идет эта волна миграции с Ездрой, когда они приходят в Иерусалим, на обитованную землю, что они видят? Смотря на то, что храм был восстановлен, и Божьи пророчества сбывались, как, ну, персидский царь, он благословил, им помог в этом деле, и, в общем, так интересно все закрутилось. Но они видят очень грустную картину опять. Знаете, это наша такая тенденция человеческая, нам легко говорить, ай-яй-яй, иудеи, ай-яй-яй, евреи, но мы же с вами из того же самого теста. То есть они смотрят, и там опять в большинстве своем все печально, потому что те евреи, которые вернулись, которые отстроили храм, прошло не так много лет, не сто лет, не двести лет, прошло немного времени относительно всего, всей истории, скажем так. Они видят, что израильтяне, они опять взяли, берут в жены, кого попало, женаты на язычники, замужем за язычниками. Опять у них там безнравственность царит, они чтят других богов, поэтому безнравственность царит. И, в общем, Ездор из одной фразы сказать, он молодец, он начинает обращаться к людям, он начинает учить закону Божьему, в общем, он начинает их приводить в чувства. И по правде большинство израильтян, они каются, они обращаются в очередной раз, в лукоэнные, в этой истории, обращаются к Господу, и, ну, каются и каются. И только в 400, смотрите, это было в 458 году, Ездор пришел с людьми, и в 444, то есть больше 10 лет разницы, тут он приводил их в чувства, не за два дня, чтобы вы поняли, что он пришел и сказал, ой-ой-ой, какие вы не молодцы, а давайте-ка покаемся. Я говорю, а давайте-ка. То есть, нет, это был процесс, растянутый больше, чем на десятилетие. И, вообще, в 444 году туда вернется Ниеме, о котором мы сейчас будем говорить. Туда вернется Ниеме, тоже не сам, тоже не с пустыми руками. И мы знаем, что Бог поручил Ниеме, что восстановить городские стены, потому что с храмом было более-менее все в порядке, и реорганизовать, мы будем таким современным словом, реорганизовать социально-экономические устои того времени. Потому что, ну, все было не очень хорошо, то есть, местами безидически точечно. И поэтому мы сейчас с вами будем смотреть книгу Ниеме. И, знаете, много раз, когда я читала книгу Ниеме, я начинала читать, она начинает, давайте, откроем, и будем с первой главы подсматривать. Он говорит в первом стихе, в таком-то месяце, в таком-то году я находился в Сузах в престольном городе. Пришел Ханань, один из моих братьев, и несколько человек из Иудеи. И спросил я их, об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И он говорит, что там они в страшном бедствии, в великом унижении, стена Иерусалима разрушена, ворота сожжены огнем. Я раньше, знаете, ошибка, первая ошибка такая типичная, и я так тоже думала о том, что, значит, жил-был Ниеме в этом престольном храде, занимал какую-то позицию, встретил своих единоплеменников, и говорит, ну как там? Они говорят, ой, все плохо, на нас напали, все разграбили, и Ниеме такой, ах, надо что-то делать. На самом деле, вот быстро рассказав вам историю, которая за несколько сотен лет до этого была, нам говорят о том, что Ниеме прекрасно знал, где-то знал, может быть, не знал подробности, может быть, не знал в деталях, он, может быть, не знал на каких-то личных историях, но он знал, что там не все хорошо, он знал об этом, потому что, ну, вот они были в плену, потом, ну, вот, даже первые, которые отстроились, с ними тоже все нехорошо. Он не жил на Северном полюсе, он не жил очень далеко, безусловно. Он знал, что в целом там не все хорошо, но он жил в своем городе, он занимал высокий пост. Теперь в начерпе мы понимаем, что это не просто человек, который подносит официант, мы, ну, в нашей культуре нет такого, такой должности сейчас. Мы предполагаем, что, может быть, это человек, который просто подносит, говорит, царь, там, радуется, как бы уже при царе уже, ну, достаточно хорошо. Но на самом деле вина черп, это человек, который пробовал, ну, и не только вино, и еду в том числе, а перед тем, как царь, царь бы ее кушал, потому что, ну, времена были дикие, царей хотели отравить, и поэтому цари хотели жить, и поэтому мы решались, находили очень верных людей, и никого попало, и он был вхож, мы потом увидим, что он спокойно разговаривает с царем, безусловно, он подданный, безусловно, он понимал, он не братан, скажем так, но он вхож в царю, он может говорить с царем, он может говорить с женой царя, он может сказать, дай мне это, а еще вот это мне. То есть у них потом будет такой, ну, достаточно хороший диалог, то есть он не просто верно подданный, которые там раболепно подносят ему вину. У него очень хорошая должность, так сложилась его жизнь, он не глупый, мы посмотрим, он очень ответственный человек, это видно потом во всей истории про Ниемию. Вот, и он в целом знает, что его народ, Иерусалим, он разрушен. Есть какие-то предпосылки лучше, чем 200 лет назад было, скажем так, но он, живя в этом поколении, знает о своем народе, что не все в порядке. И жизнь его, ситуация, случая в кавычках, сводит его со своими родными, со своими единоблеменниками, среди них был его родной брат, и он спрашивает, ну, как-то. Хотя, в общем, знает картину, что там не все хорошо. И они передают ему, ну, свежие новости, что, в принципе, ничего не изменилось, все так же плохо, а может быть, стало еще хуже. Услышав 4 стих, услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Когда мы читаем, это следующая такая ошибка, о которой, может быть, сразу не заметишь, когда мы читаем, что он постился, и молился несколько дней, а потом мы знаем, что он будет при царе, и царь ему спросит, почему ты печальный, и дальше не будет диалог, забегая наперед. То мы говорим, Ниемия встретился с единоблеменниками, он услышал, там, бедствие, поражение, а потом он молился и постился несколько дней, мы так думаем, ого, молодец, не побежал какие-то дела быстро решать, а пошел в пост и молитву-то, самый, что у нас есть, библейский, правильный, божественный подход. И мы так и думаем, что несколько дней он молился и постился. Но если мы с вами сейчас перемеднемся во вторую главу, и мы посмотрим в первый стих, то там будет написано, в месяц Нисане, в тот же самый год, я там где-то, в общем, я был при царе, и мы сравним месяц, который начинается в первой главе, и месяц, который начинается вторая глава, даже не понимая еврейских месяцев, какие-то были, кто там, это был июнь, август, нам это вообще без разницы, мы увидим два разных названия. Он не через три дня объявился к царю. Те, кто знают еврейский язык, те, кто знают разницу между этими месяцами, говорят нам о том, что четыре месяца прошло между этими главами. И все еще его лицо было печально по поводу его народа. Что-то, ну, в Ниеме, возможно, было и до встречи, наверняка было до встречи с его единоплеменниками. Да, они, как евреи, понимали ситуацию, где-то печалились, где-то были грустными, где-то молились, где-то, может быть, как-то там помогали своим братьям, но тут вот этот случай, а Бог, мы понимаем, берет этот обличие случая, и так приходит Бог к каждому из нас, и в Ниеме в том числе. Он узнал, и это так его сильно цепануло, мы бы так сказали, так сильно коснулось его сердце, что он взял пост, взял молитву. Мы читаем молитву, которая, где он молится, и не просто говорит, наш, ну там, мой народ загрешил, он говорит, мы согрешили. Несмотря на то, что Ниеме, в принципе, молодец, нигде не показывает, что он нагрешил. Он понимает, что народ согрешил. Он олицетворяет себя со своим народом, начинает каяться за свой народ, начинает хадатай стать перед Богом. И это продолжается, понимаете, несколько месяцев. Это продолжается уже, когда мы думаем, три дня, мы думаем, ого, молодец такой. Но это продолжается несколько месяцев, когда он, ну, молился, мы не знаем, постился ли, или каким видом, с постов он постился. Но мы видим, что он искал Бога, и, ну, раздумывал в своем сердце, что-то происходило. Бог, знаете, когда мы ищем Бога, мы же не просто молимся, чтобы соприсать воздух. Когда мы молимся, ищем Бога, что-то цепляет наше сердце, какие-то вещи вокруг нас. И вроде как, ну что, тебе своей жизни нет, тебе что, нет чем заняться, но какие-то вещи помимо твоей жизни начинают тебя цеплять о твоем народе, не о твоем народе, у Ниеми был про его народ. Что-то, и мы идем в молитву, и это правильный будет, и мы идем в пост, что-то Бог начинает говорить к нашему сердцу, правда? И так он думал своими думами, скажем так, видать, они были не очень радостными, потому что царь, он смог распознать о том, что что-то с Ниеми и не то. Может быть, царь не сразу, не с первого дня распознал, потому что раз в несколько месяцев Ниеми этим квасился, этим бродил. Возможно, царь подметил и потом решил спросить. И вторая глава, давайте мы будем немножко почитаем. Значит, Ниеми говорит, подавал я вино царю, и казалось, не был печален перед ним. Конец первого стиха это было. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально, ты не болен, этого нет, такой царь-психолог. А верно печально сердце. Ниеми говорит, я сильно испугался. Потому что на самом деле могла бы быть голова с плеч, потому что царя не радуют здесь. Потому что, ну, при дворе надо как-то радовать царя и служить ему, а не с печальными минными лицами ходить. Я сильно испугался, говорит, Ниеми. Вот этот еще его величество случай, в котором мы видим Божью руку. Ниеми много раз будет говорить. Рука, благодейшая рука моего Господа была на мне. Он понимает, что я Бог. И сказал я царю, да живет царь вовеки, как небо из печального лица моего, когда город, дом гробов отцов моих, спустений, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царю, а что же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. Ну, почему их дело продолжается так, просто Ниеми рассказывает. Он мне сказал, царь, сейчас, подожди минутку, ты посиди здесь на троне, а я сейчас бегаю, помолюсь. Он до этого молился. Он до этого размышлял. Он просит в первой главе, в последнем стихе, он когда молится, и он говорит в 11 стихе, в первой главе, «И благопосвеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего, я был в начерпием у царя». Он понимает, что если ему придется что-то делать, но у него не хватит своих ресурсов, и он поэтому молится, в том числе, и Господь дай расположение царя. И вот такой этот случай, Бог, он приходит, и царь даже говорит, «А что тебе нужно? Чего ты желаешь?» И Ниеми не просто сорвался, знаете, когда мы получаем, может быть, какое-то благоволение, так бывает, мы такие собрались, побежали, он говорит, «Ой, ну, хочу пойти туда». Он царь говорит, «Ну, иди». То есть он, Ниеми, был готов дать ответ, что ему надо было бы, как ему казалось бы. Там понадобилось намного больше. И сказал царю, «Если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твои, то пошли меня, иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь-царица, то есть тут такой у них хороший диалог, который сидел после него. «А сколько времени?» То есть они люди не глупые, они должны отпустить своего хорошего работника. Он не сбежал, но он просит отпустить. «Сколько тебе времени нужно, когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня, поскольку я назначил время. У Ниеми были в голове определенные сроки, определенные планы. Он не просто сказал, «Ну, знаешь, ты меня пошли, а там как Господь даст». Он договорился. И дальше он говорит, «Я сказал царю, и если царю будет благоугодно, дай мне письма к заречным областеначальникам». Он понимает, что он не пройдет по большой территории просто так, потому что, мало ли, может быть, он сбежал. Ему нужны письма, которые подтверждают, что царь его послал, официальные документы, пропуски, мы бы так сказали, за грамп паспорта, возможно. Он говорит, «Дай мне это». Царь говорит, «Не вопрос». Он говорит, «Нет, подожди, еще, если царь, конечно, благоволит, дай мне письмо Касаву, 8 стих, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревья для ворот крепости». Он понимает, что когда я вернусь в Иерусалим, наверное, раз там все разрушено, там есть какие-то камни, там будут камни, будет пустыня, там не будет деревьев, это очень дорогостоящий материал, тем более на большущие ворота, это же не дверки у нас в зале, и то нужен материал. Это много ворот, это большие ворота в стене, которые вокруг города целого. И он говорит, «А еще?» То есть он заранее подумал об этом, он заранее посмотрел об этом, он заранее где-то там решился попросить у царя этого, что он бы мог сказать, ну просто отпусти меня. И царь бы, может быть, его отпустил, да? Или дай мне там загран паспорта, царь говорит, все пропуски твои. Он говорит, и деревня, пожалуйста, дай. И он понимает, 8 стих заканчивается, «Благодеющая рука Бога моего была надо мною». И дальше начинается история Ниеми, когда он получает все эти письма, он едет, он приезжает на место. И знаете, такая ситуация происходит, когда он говорит, «Я хочу посмотреть стену». Он говорит, я в этой главе. «Я хочу посмотреть стену». Он говорит, «Я никого не взял». Ну, тут не написано, что он пошел молиться. Ну, мы понимаем. Он говорит, «Я никого не взял. Я поехал туда сам. Я ходил между этими развалинами». Это такой современный перевод от меня. «Я ходил между этими развалинами. Я смотрел на то, что осталось. Я думала, что мне делать?» Да, потому что, когда мы смотрим, когда Бог помещает какое-то, вот тебе не все равно, и с тех, и ты христианин, и тебе вообще на всем все равно, это очень печально. Надо нужно подумать, христиане или мы. Да, когда Бог помещает какие-то чувствования, какие-то семена, размышления в наше сердце по разным ситуациям вокруг нас. И ты говоришь Богу, а я причем. Возможно, ты так говоришь. У меня своя жизнь, у Ниеми была классная жизнь. У большинства из нас нет таких привилегий, такого статуса в жизни. А Бог же-то бередит. Он решается с царем, там, ну, там, разговор состоит, состоялся, он даже уже доехал, у него уже есть деревья. Но все равно он понимает, он смотрит на стену, которая разрушена, стена вокруг громадного города. Ну вот, нам даже еще нужно понимать историю, чтобы понять, что это все равно очень масштабно и много. И он пошел посмотреть сам на эти развалины, и что мне делать. И дальше он обращается к людям, и люди говорят ему в 18-м стихе, и сказали они, и будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. То есть он решается, знаете, иногда наши мечты остаются нашими мечтами, потому что нам очень страшно. Нам бы хотелось бы, чтобы было бы, чтобы получилось бы, но это же нам нужно идти, это же нужно выходить из зоны комфорта, это нужно никаких гарантий. Кто давал гарантии Ниеми? Ну да, царь дал гарантию, у тебя есть леса, окей, у тебя есть пропуски, да. Но кто не давал дальше гарантию? У него там сейчас появятся враги, оно ему надо. Он жил и был в прекрасной форме, в прекрасном месте. А тут вот эта мечта, и не было гласа Господа. Давайте по-честному. Не было гласа Господа, в вашей жизни, бывает, в моей жизни, ну, не было гласа Господа, когда Бог помещает какие-то желания в сердце. И не было у него гласа Господа, который сказал, верь, сын возлюбленный, в тебе мое благоволение, иди там, что-то делай. Он не услышал это от Бога, он не услышал это от пророка. Давайте, Влад, уже от Бога не услышал. Он не услышал от пророка. Ему никто не подкинул этой идеи, ангемия. Давай, ну, мы пойдем и будем что-то делать. Ему было не все равно, и Бог нашел with сердце, которому было не все равно. И что-то начал делать с этим человеком, которому было не все равно. Да, он был не просто там, трудяга, работяга, но тем не менее, он был обычный человек, Со своими страхами, со своими комплексами, он же человек. Мы так иногда идеализируем наши какие-то персонажи из Библии. Он был просто человек, которому было страшно, который хотел спать, который уставал, которому тоже надоедало, которому было грустно. Вот таким человеком тоже был неемен. И в следующем стихе, в 19 стихе 2 главы, когда народ, часть народа говорит, «Да, мы будем с тобой строить». Сразу же, сразу же находятся недоброжелатели с такими прекрасными именами. Здесь даже имена чего стоят. Услышал это Санавалат, Хараниц, как вам нравится, Тови Аманицкира, Еше Моравитяне смеялись над нами, с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? И неемия знает, что отвечает. И просто он подкованный, у него такой острый, колкий язык, он внутри себя знает и смело говорит это. И дал я им ответ, и сказал, Бог Небесный, Он благороспешит нам, Он поможет нам. И мы рабы Его, Он понимает, что это не Его проект, и мы Его рабы, станем строить. А вам нет участия. И знаете, это пока насмешки. С насмешками кто-то не может уже справиться на уровне насмешек, когда приходят и говорят, что ты надумал себе, что ты себе возомнил, посмотри на себя. Разве это может быть? Разве через тебя? Ну, перестань, ну не смеши там тапочки. Иди просто, ну, иди помолись, иди почитай вслух. Не выдумывай. Знаете, некоторые люди, они сдаются на уровне, когда, ну, просто кто-то там с презрением, с насмешкой, ну, высказывается против твоего там бремени. Или даже, не будем говорить, это мечтание. И думаю, что это было мечтание Еми в этой всей истории завязаться. Это было бремя больше. Вот. И, в общем, Еми знает, как отвечать. И знаете, у этих людей был свой интерес, потому что они были такими правителями, скажем так, рядом находящихся территорий. Им было вообще очень выгодно, чтобы Иерусалим, он был без стен, чтобы там было такое, ну, как и было, много десятков лет до этого, и как было еще, а еще до этого, так вообще их было, ну, их предкам было отлично, потому что там полностью была разруха. Поэтому им было очень выгодно, у них был определенный свой интерес, как и у нас есть сейчас, ну, у каждого свой интерес. У них был свой коммерческий, ну, интерес, и кто-то пришел, начинает их планам там, их связям, их бизнесу, их делам мешать. Поэтому, ну, первый уровень это насмешки там начались. И третья глава мы будем с вами так немножко подчитывать. Возможно, вы придете домой, и Бог побудит вас перечитать и поразмышлять больше. И встал, или ели я шив, великие священники, братья его священники, и построили овечьи ворота. И там начинается процесс, как строятся разные куски этой стены, потому что люди, они согласились. И знаете, тут я хочу просто кусочками попрыгать, чтобы мы посмотрели, кто чинит. Ну, в общем, кто взялся за это дело? Когда мы, ну, когда Бог поручает, находит человека, который говорит, Боже, верю, помоги моему, не верю, я не справлюсь. Ну, ладно, попробую. Он дает людей, которые рядом. Кто делал, кто строил эту стену? Давайте посмотрим. Вот написано, что священники строили. Мы говорим, а ну да, священникам же надо, там же ж, ну, храм в этом. Пусть священники строят. Пятый стих очень люблю. И вот для, ну, для наших, скажем так, знакомых, для наших друзей, в моем служении, это и стало именем нарицательным. Из этого стиха одно слово. Подли них чинили фикойцы. Это смешно звучит. Это город Фикоя. И жители, они фикойцы. Впрочем, знаднейшие из них не наклонили шейца и поработать для Господа своего. И поэтому у нас-то именно лицателям, когда кто-то что-то не хочет делать, им говорят, что ты что, фикойцы? Давай делать. И знаете, ну ладно, шутки шутками, но были люди, вот знаете, это вошло в Библию. Были люди, которые, они были слишком знатными, слишком, слишком знатными для того, чтобы в Писании, говорит, наклонить свои шеи, поработать для Господа своего. Очень, очень-очень наглядно, как происходит очень часто в наших жизнях, в проектах, в каких-то церковных делах. Мы говорим, ну священники пусть строят, но им надо. А знаднейшие, ну нет. Давайте посмотрим, восьмой стих, тут написано про человека, который был просто серебряник. Узил, так ему его и звали, Узил. Он просто серебряник. Девятый стих, Рефаия, он начальник полуокруга. Двенадцатый стих очень мне нравится. Тоже там один человек, который начальник полуокруга. И дальше написано, он, смотрите в двенадцатый стих, он и дочери его. У него, видимо, не было сыновей, раз бы так подчеркнуто в Библии, которые бы могли строить. То есть он организовал своих дочерей, которые встали вместе с мужчинами того времени, вот, совсем в другом обществе. И начали строить тоже эти стены. Сказали, нам не все равно, мы будем строить эту часть. Дальше мы в пятнадцатом стихе видим тоже начальник округа. В шестнадцатом тоже начальник округа. В семнадцатом чинили левиты. Куча-куча людей, которые назывались левитами, которые, ну, при храме были служителями. И так далее. Начальник полуокруга. На священники, разные люди, серебряники. Тридцать второй стих, последний стих главы третьей. Написано, чинили серебряники и торговцы. То есть пошло в этом обществе определенное движение. Когда они сказали, мы не просто, ну, мы не просто будем собираться молиться. Это правильно. Мы не просто будем ожидать, что кто-то сделает. Может быть, пройдет еще двести лет, когда нас никто ничего не сделал. Может быть, эти бы ворота, эти стены и ворота были бы раньше построены. Они сказали, этот народ, каждый, а в народе это же не просто масса народа. Каждые люди, разные, торговцы, священники, просто обычные люди, взрослые, юные, дочери, сыновья. Они сказали, нам не все равно, не начали отстраивать стену. Четвертая глава. Санавалат не спит. Услышал Санавалат, что мы строим стену. Он рассердился, ясное дело, много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи. Неужели это им дозволит? Неужели будут приносить жертву? Видите, чем он обеспокоит? Неужели они когда-либо окончат? Неужели они оживят камни из груд праха, притом пожженные? И так далее, и так далее. Они начинают просто, ну, их там проклинать. Шестой стих. Мы, однако же, строили стену. И сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердие работать. И сыновлад и Товя смотрят. И им там, вот, седьмой стих. Им весьма досадно, бедняги. И сговорились все вместе пойти войною в Иерусалим и разрушить его. Знаете, они перешли. Сначала они просто насмехались, потому что выглядело смешно. Какие-то люди пришли. Тут веками ничего не было. Что вы делаете? Храм построили. Ну и ладно, пусть стоит. Какие стены? Какое преображение общества? О чем вы говорите? Не смешите. Потом они делают. Начинается беспокойство Кусанова Лата и товарищей. Никогда. И они начали пришли к издевкам каким-то более таким. Не работают. И они сговариваются идти войной. Вообще, на самом деле, в прямом смысле слова, пойти войной, напасть на этих людей, убить их. И таким образом остановить. Теперь, давайте поговорим. Это мечта не Елья. Вот он сидел и мечтал в царском дворце. Какие-то люди ополчатся просто так, за ни за что. Они их не трогают. Они их как-то пытаются игнорировать, благословлять. В общем, ничего не делают. И вот эти вещи, ну, он попался в этот переплет, скажем так. Теперь, был ли там Бог? Да, был. Допустил ли Бог вот эти все планы, издевки, планы врагов, издевки? Да, это все тоже было. И что делает не Елья? Елья говорит, а мы молились Богу нашему. Теперь, а только ли молились они? Они услышали о неприятелях. И такие собрали, большое собрание, и стали молиться. Они говорят, нет, мы и молились, да? И потом, говорит, ставили стражу днем и ночью для спасения от них. И дальше, 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 если мы смотрим, 16-й стих. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копью. Копья, щиты, луки и латы. Слышите, как они духовно? Они не только молились. Мы все понимаем силу молитвы, и вообще Ниемия начал. Как раз акцент сделали про пост, про несколько месяцев. И он говорит, что первое, что мы делали, мы помолились. Но дальше идут простые, рутинные, будничные дела. И так жалко, когда верующие говорят, о, это так недуховно, что-то поубирать. О, это так недуховно, что-то там сделать. О, нет, нам надо молиться, нам надо соглашаться, нам надо освящаться. Наша Родина, Небесный Иерусалим. Это правда? Зачем нам что-то здесь сильно напрягаться? Но смотрите, вот книга Ниели, которая вошла и стала частью Библии. Вот здесь у них другая история. И Бог допустил нам знать эту историю. Они в прямом смысле слова тяжело, грудничных, в каждом дне тяжело работают. Для того, чтобы отстроить, чтобы потом, когда-то, их дети, возможно, их внуки, может быть, если повезет им самим, они, произошла реформация общества. И там стал, ну, Божий народ действительно похожий на Божий народ. Пока это строители с одной, ну, с лопатой, я не знаю, там, с какими-то строительными инструментами в одной руке. И написано с оружием в другой руке, как недуховно. Не молитвами они стали там на коленях, окружили стену. То есть они продолжают, они верят, что Бог с ними. 18 стих. Каждый из строивших, слышите, каждый припоясан был мечом по чеслам своим. И так они строили. И, в общем, строят, строят, строят и не строят. И так, пишет 21 стих, так мы производили работу. И половина держала копию от восхода, завида появления звезд. И там конкретные планы, как они делают. И уже какой-то кусок работы сделан. Знаете, уже есть половина стены, которая построена. И уже есть больше, чем было пару месяцев, полгода назад. Уже есть намного больше. И некоторые люди останавливаются на этом. И говорят, я уже сделал. Когда их просишь в чем-то участвовать, быть частью чего-то. Говорят, знаете, я был молодым, я это делал. Ну, например, как вариант. Я делал, я помогал, когда было больше сил, больше свободного времени, больше ресурсов, больше денег, больше времени. Ну, в общем, больше всего. А сейчас, ну, я пусть молодые, пусть кто-то там, кому вот может быть нечего делать. Ну, или по-христиански можно сказать, чего сейчас и время. Пусть они занимаются. И знаете, то есть эти люди, они сделали кусок работы. И уже была стена, уже была лучше, чем раньше. И они дальше не останавливаются. Несмотря на то, что тяжело, сложно, психологически сложно, физически сложно. И можно сказать, а где Бог? Почему стена? Раз, мы помолились. Так же, чтобы упала однажды Ерехонская стена. А что нельзя так помолиться? Раз, и чтобы она построилась. Только не вокруг Ерехона, а вокруг Иерусалима. Бог так не говорит делать. Он побуждает их строить. Нигде опять ни трубного голоса, ни Божьего, там, какого-то явления, ни сияния, ни ангелов. Они делают дело, в котором они верят, что им так нужно сделать. Которые, ну, не верят, что так им нужно делать. И знаете, к нам начинается первая трансформация, скажем так, первая перемена в обществе. Потому что пока они работают, у них есть обычный быт, они живут, они не просто работают, они едят, пьют, отдыхают. У них есть семьи, ну, у них есть еще какой-то там, может быть, измененный, но быт у них есть. И тут раз они уже вместе работают, раз уже тысячи людей сошлись в одной какой-то национальной, скажем так, понимаете, в современном языке это национальная идея. Вот они сошлись на какой-то идее отстроить стены. А потом уже позвать Бога в храм, а потом уже проводить богослужения, а потом уже быть светом для всех язычников. Пока у них стены разрушены, и там лисицы бегают, скажем так. Какой не свет для окружающих там народов? Ну, такой слабенький свет. А сто лет назад еще вообще никого света там не было. И у них происходит в пятой главе робот определенный, друг с другом. Они приходят к Ниеме и говорят, у нас здесь финансовые проблемы. Потому что мы вынуждены, у кого не хватает денег, мы вынуждены давать свои там какие-то сбережения в рост, когда у нас заканчиваются свои сбережения. А потом мы не можем оплатить, этот рост настолько велик, мы не можем оплатить. И потом нам приходится своих детей, скажем так, у них такая была практика того времени, своих детей отдавать в рабство своим же братьям. Как это так? И они такие, ну, это правильно, это хороший вопрос. Как же это так? И Ниеме говорит в восьмом стихе, мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, представляете? А вы что, продаете братьев своих, и они продаются нам? И он обращается к главам, к священникам, говорит, вы что делаете? Мы не просто строим стену, как стену, да, мы строим стену с герпчей, с чего там они строились, с камней мы строим. Но мы же хотим совсем другую страну, мы же верим, что Бог нас разрушил, убрал плен, мы же сюда вернулись. Неужели для того, чтобы друг над другом, ну, вот такие эксперименты проводить? И он обращается очень жестко к народу, говорит, вы должны вообще всех отпустить, всех, кто вам должны, отпустите. Пусть, ну, всех, кто там в вашем рабстве, в долгосрочном и краткосрочном, все, все деньги отпустите. Ну, почтите Бога, потому что мы не строим просто стену, мы не делаем просто какой-то проект, если мы не изменимся сами. Вот, кого мы изменим, на какие народы мы посвятим, кому мы о чем-то там расскажем. И знаете, что говорит все сообщество? Они говорят, хорошо, мы таки сделаем. И они раскаялись перед Богом, и они, в общем, решили этот вопрос. А Ниемия подчеркивает, Ниемия был, между прочим, тоже не бедным товарищем. Он подчеркивает в этой главе о том, что я не ел хлеба области начальникова, 14 стих. А прежние области начальники, которые были доменять, огощали народ, убирали с них хлеб и вино, кроме 40 стихов, в общем, он говорит, что я же не делал так по страху Божьему. Он говорит, я мог это делать, чтобы моему народу было проще, потому что Ниемия достаточно был богатым человеком. Он говорит, каждый день у меня кормилось больше ста людей. И он там перечисляет, там, такой рацион, что, ну, в общем, очень каждодневный. У него были деньги на это не из общественной казны, свои личные сбережения. Он пришел, он кормит сотню людей. Понимаете, то есть вот так вот, а мог подавать там вино царю и жить в царских хоробах? Он говорит, я этого не делал. Я сделала так, чтобы народу было проще, чтобы мы достроили же эту стену, Господь помоги нам. И шестая глава, сыновлад и все товарищи, которые не товарищи, они начали манипулировать. Они говорят, мы скажем царю, что вы хотите захватить власть, ну, потому что так можно, ну, поднести. И вам вообще все ваши, весь ваш проект зарубится, а может быть и вы зарубитесь тоже там вместе с ними. И они, девятости, говорят, стращали нас, думая, опустятся руки от дела этого, и оно не состоится. Но Немя говорит, ну, я тем более укрепил руки мои. И дальше показана история интересная, мы же так пытаемся типа изучить, ну, пройтись по всей книге. Дальше показана интересная история, как Немя мог попасть в большую проблему, если бы он не был высокого духа. Так написано про Даниила, но мы видим эту формулировку о том, что Немя тоже был человеком высокого духа. Потому что ему там предложили такой, в общем, спрятаться внутрь храма, потому что угроза была, угроза жизни его была прямая, вслед за своим там этим бремием, да? И он говорит, спрячься вот там-то и там-то, чтобы тебя не убили. И Немя мог купиться на это очень легко, потому что это действительно вариант, как спрятаться, уберечь свою жизнь и продолжить Божье дело, и продолжить... И он говорит, не-не-не-не-не, как я могу зайти в храм, 11 стих, чтобы остаться живым, не пойду. 13 стих. Для того он был подкуплен, кто ему предлагал, чтобы я устрашился, сделал так и согрешил, чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнанными. Он говорит, я не сделаю, он не купился на этот такой предлог нормальный, в принципе, он, наверное, мог бы так послушать. Он говорит, не-не-не, я так не сделаю, не сделаю. И они дальше, дальше, дальше строятся, строятся. Седьмая глава, первый стих. Говорится о том, что когда стена была построена, и вставили двери, то есть проект был закончен. Мы призвали певцов, левитов, и у них началось большое... только тогда у них началось большое благослужение, большой праздник. Написано, что этот стих. Народ был пространен и велик. И так далее, и так далее, и так далее. И они там делают перепись населения, чтобы понять, чтобы пригласить еще уже в отстроенный, относительно отстроенный город, еще пригласить людей. И производят, там собирают пожертвования, чтобы дальше, чтобы дальше улучшить, скажем так, их качество работы. В восьмом стихе, в восьмой главе, вернее, они начинают делать большое благослужение. Мы таких не делаем. Вот мы, когда у нас там два часа служения, и нам уже хочется домой, три часа. Сама такая. Вот. И они начинают делать просто хроматное служение в восьмой главе, в девятой главе. Они начинают, наконец-то, Естра, он все еще жив здоров, они приглашают его, и он начинает читать из закона. Народ начинает плакать, потому что, ну, не просто от счастья, они начинают плакать, потому что они понимают, что они жили не так. То есть у них там уже реформа, скажем так, произошла, и они дальше понимают, что это не конец. Потому что они один раз, вот, единоразово правильно поступили, вроде как под нажимом Ниемии. Вот. Им надо дальше. Они обличаем это там со всех сторон. В общем, они говорят, будем это делать, и это будем делать. В общем, празднуют. Каются, празднуют. В общем, как евреи, поняли. Поют, плачут. Девятая глава, третий стих. Хочу вам показать формат служения. И стояли на своем месте, и четверть дня читались книги закона Господа. Вы можете почитать только до четверть дня? Вы можете? И шесть часов. Вы думаете, у них же четверть дня, это четверть дня было? Те же самые шесть часов. В общем, шесть часов они читались книги Господа. А четверть дня, еще шесть часов, исповедовались и поклонялись Господу. Вот. И там дальше написано, что они там взывали и так далее. То есть, ну, мы понимаем, что просто построить эти взаимосвязанные, ну, так если бы мы нарисовали, такой замкнутый круг взаимосвязанный, где две стрелочки, одна за другой, они не могли бы проводить эти богослужения, эти реформирующие общества, встречи с Богом, потому что изменить каждого из нас, и общество в целом, может, Бог, ну, обличив, показав, рассказав, да, но это может Бог. Но если ты ему не сделаешь, ну, если бы эти условия не были созданы, если бы Зарававель не пошел и не начал строить храм, если бы Ездра не пошел и не повел еще часть народа, если бы Ниеме не решился на этот такой, в общем, очень смутный, скажем так, проект по выгодности смутный очень. Если бы он подсчитал свои доходы и расходы, он бы, наверное, не согласился. Но он пошел и начал это делать. И тогда мы видим, ну, большие перемены, как они не просто там пославили Бога и ушли, и продолжили жить в своих грехах, где они, встретив с Богом, прославив Его, разобравшись, что они делают не так, они говорят, мы не будем так делать, мы хотим жить по-другому, мы хотим в обновленном городе, не все так хорошо, остались враги везде тоже, остались проблемы внутри, но мы хотим жить по-другому, и вот Бог их к этому ведет. И дальше, если мы читаем, то мы видим, что Ниеме нужно было отлучиться на какое-то время, он вообще был как бы при царе при работе, вы помните? Его царь не сказал, иди, отпускаю, благословляю, делай, что хочешь. Он был на работе, и ему надо было через определенное время вернуться. И он вернулся на определенный срок. И когда он вернулся потом назад, после царя, и просил у него опять, чтобы пойти, то он увидел, что опять народ, вот такие мы на самом деле, то есть когда мы не обновляем, а это не единоразовая встреча с Богом, это не единоразовое решение, когда приходят перемены в твою жизнь или в жизнь общества. Когда он отстал их на какое-то время, по возвращению, он увидел не самые хорошие моменты. Он увидел, что один из врагов, он почему-то сотрудничает со священником, и ему там выделили комнату, там, где не положено, в храме, при храме. Он выкинул эти все вещи. Это мелочи жизни, это единичный случай. А дальше он увидел, говорит, 13 глава, 15 стих, давайте не 15, 10 стих. Он говорит, еще узнал я, что часть телевитов не отдают. Они уже разбежались. Неемя пошел по своим делам, у него была работа, он должен был отчитаться царю. И он пришел, увидит, ой. Он смотрит дальше, он говорит, 15 стих, я увидел, что в иудеях в субботу топчат, точила, возят снопы, навьючивая это слово в вино, и так далее. Эй, ну это что такое? Это же день для Господа, мы же не так с вами договаривались. Дальше он говорит, в 23 стихе, в те дни я увидел иудеев, которые взяли себе жжет, азотянок, амонитянок, маамитянок, и, в общем, не то просто поступают. То есть, тоже вот недавно, мы же с вами это проходили, это происходит неправильно. Знаете, очень смешно, но так и было, и Библия об этом написала, Бог написал, 25 стих, я сделал за ним уговор и проклинал их, и некоторых из мужей бью, рвал у них волоса, и заклинал, вы читаете это, у вас так же написано, и заклинал их перед Богом, чтобы они не делали, того же они делали. Вот такое радикальное нееме, нееме, видимо, достали, и он пошел рвать волоса. Видите, с некоторыми почему-то вот только так доходит, увы, то есть, по-другому никак. И это, вот закончилась книга нееме. Знаете, если спросить, как вы думаете, а сколько времени строилась стена? То есть, ну, если быть внимательным и читать, такая книга длинная, то можно подумать, что у нас строилась там года. На самом деле, если вы посмотрите, в Ниеме 6.15, там написано, о том, что стена была возведена в 52 дня. А ничего же он до этого 4 месяца молился. Понимаете, он молился больше, чем потом стена делала, со всем народом, со всеми его приключениями, трудностями, угрозами, нападками, оружием, бессилием, обновлением и так далее. Стена построилась в 52 дня, а до этого он искал Господа 4 месяца, чтобы обмолвиться царем. К чему я веду? Знаете, мы с вами не выбрали, ну, я не выбрала, и думаю, вы не выбрали, в какое время родиться. Смогли бы вы повлиять? Может быть, вы бы хотели быть во Франции в 17 веке, думаю, там нечего делать, но, может быть, кто-то бы хотел. Может быть, кто-то хотел бы родиться не в Украине, а где-то выберите себе страну. Но, знаете, мы не выбрали с вами, где нам родиться и в какое время, и какое время застать. Знаете, когда мы каждый год поздравляем ветеранов, я себе много раз, ну, это особо такая точка, когда об этом размышляешь, я думаю, что бы делала я, будучи я молодой, там, ну, вот в своем молодом возрасте, человеком верующим, заставшим войну 41-го года, заставшим войну, которая была вот у нас, я думаю, что бы я делала, пошла бы я воевать, или ушла бы я куда бы я пошла. А ведь были люди, которые столкнулись с этим вопросом, а были люди, которые столкнулись с вопросом, это про наше ближайшее, там, недавнее прошлое, а были люди, которые столкнулись в свою жизнь, в своей жизни с рабством в Америке, в Англии, и они поняли, что, ну, так не может быть. А всех это устраивало, все общество устраивало, и там еще, ну, если бы об этом проповедь была, там очень интересная история, и написали в Библию, да, есть в исторических, ну, моментах сохранена, фильмы сняты, как верующие люди сказали, да, ненормально. Теперь мы говорим, ну, понятно, рабство ненормально. Но им пришлось бороться, сражаться, доказывать своему поколению, потому что там были тоже деньги замешанные, ну, все эти моменты, которые мы, взрослые люди, понимаем, почему так сложно иногда двигаться, потому что свой интерес есть. И они принесли реформацию своему обществу, несколько людей, да, у них потом были последователи. Что бы делали мы родясь в это время, в той стране? Мы бы были тех, кто говорили, да нет, пусть будут рабы, или мы говорим, не-не-не-не, мы бы так точно не говорили, мы бы всех подпустили. То есть это, ну, вот такой, знаете, риторический вопрос для каждого из нас. Что бы делали мы родясь в другое время? И нам, легко читая эти моменты, мы бы думали, мы бы были с Ниеми, мы бы пошли, мы бы ему там руки поддерживали. Ну, мы-то себя в таких лучших образах описываем, безусловно, но ведь правда, может быть, не там, может быть, и не так было бы. Я сама себе задаю вопрос, ну, всякие разы, вот так, сталкиваясь с такими ситуациями, какие-то фильмы ты посмотрел, ты думаешь, ну, ведь там же были верующие люди, которые кто-то выбрал сделать вот так. Кто-то выбрал сделать, ну, по-другому. Кто-то сказал, мне это не надо, мне что, у меня жена, дети, работа. Кто-то, ну, разные, разные истории про разных верующих, в разные годы, в разные столетия, в разных странах были люди, всегда были люди, как большинство, увы, которым все равно, мы говорим про верующих людей, и меньшинство, и тогда единицы, не меньшинство, а единицы, которые, говорит, нам не все равно. И знаете, мы с вами не выбрали, вот мой вывод сегодняшних размышлений о книге Нееме, мы можем похвалить Нееме, потому что он был молодцом, мы можем сказать а-та-та народу, который так быстро забывал, в чем же они там поклялись, и в чем там они пообещали Господу. Но мы можем задать себе вопрос о том, что мы живем сегодня, в 21 веке, Бог нам позволил родиться, мы не ошибка, мы же так верим, мы не, ну, не ошибка. И есть те обстоятельства, которые мы не выбирали, вы выбирали, я не выбирала. Есть те кризисы вокруг нас, которые вы не выбирали, вы выбирали, я нет, я хочу жить без кризиса, как и любой здравомыслящий человек. Я хочу жить в комфортных условиях, я хочу, чтобы меньше напрягался, а больше было, ну, как обычный человек, так же, да? Но мы в определенных вещах не выбираем, у нас есть то, что есть, и, ну, некоторые люди говорят, я один человек, я бессильный, что я могу сделать вообще? Ну, в лучшем случае, может быть, помолиться, и это хорошо, когда хотя бы помолиться. Но смотрите, мы видим целое общество, которое было, ну, реорганизовано, преобразовано. Сейчас бы мы сказали бы, пришло к ним пробуждение, давайте, таким современным языком крестьянским. К ним пришло пробуждение, которое изменило их устои, то, как они обращались друг с другом, с другими людьми, то, что они верили, как они поступали, не в перемены, в то, как они колени преклоняли, только, лишь. И не только они колени преклоняли, но они свое общество смогли, видите, оно там, в семье не без урода, у них не все получалось так здорово и задорно, и очень легко. Но у них получалось, потому что однажды был Ниемия, который допустил это бремя в свое сердце, не выгнал. Теперь Бог бы, скажем так, заставил бы его силой? Думаю, нет, мы нигде не видим истории, где Бог бы заставляет силой и ведет прямо вот так на поводу, человек отказывается. Чтобы что-то Бог через нас произвел в нашей жизни и в обществе, которое нас окружает, в стране, которое нас окружает, в том же периоде жизни, которое нас окружает. Смотрите, это не политика, это и есть христианство живое и действенное. Нам не просто нужно знать Бога и быть, ну так вот, просто знать Бога и нам хорошо. Нам нужно построить эти стены в буквальном и в переносном смысле слова. Нам нужно с вами задать вопросу Богу, что я могу сделать по поводу того, что я вижу, это так не должно быть. Это так не должно быть. Это так не должно быть. Это не просто открыть роды и начать хулить власти, которые делают безалаберные вещи, это так мягко сказано, которые делают, ну, то, что они делают, да, но просто спросить, Бог, Ты мне дал это время, Ты мне дал два открытых глаза, Ты мне дал сердце, которое, ну, мне не все равно. Может быть, странно, что моему соседу все равно, или в моей домашней группе все равно, или еще кому-то, но мне не все равно. Что повелишь мне делать? Да, что повелишь мне делать? Как Исаия сказала даже, что повелишь мне делать? Когда мы с Вами готовы молиться и поститься, и вся книга Ниеми и этим пронизана, но также что-то делать в своей стране, в своем городе не на уровне лозунгов, не на уровне только встреч, помолиться за страну, а на уровне там, где Ты посажен, и та власть, которая Тебе дана. Даже если Ты простой, просто служащий, как бы там никто, скажем так, для каких-то великих дел, Ты не знаешь, Бог, Он избирает малое, ничего не значащее в глазах людей. Для чего? Чтобы постромнить значащее и якобы это классное, крутое, великое. И ты говоришь, да я раньше не знал, чтобы как-то там, как я буду, как Бог через меня будет двигаться. Я вот верю, что там какие-то простые вещи там, помолюсь там, как-то Бог мне ответит, благословит меня. Но есть же больше. И знаете, Бог, Он спросит у нас и у меня, спросит, за время, в котором я жила, Он не спросит у меня за 17 веки, за 13-й не спросит. Он не спросит, что бы я делала на месте Мартина Лютера, смогла бы я понять эту реформацию в то время или нет, не спросит. Он не спросит, Юля, что ты делала в Украине в 21 веке, были ли твои глаза открыты, преклоняла ли ты колени, или ты просто так, ругала власть иногда на общих молитвенных, может быть, ты молилась, может быть, ты что-то больше делаешь. Поэтому, знаете, мой призыв сегодня, сегодня каждому из нас к себе, каждому из нас, дорогая церковь, о том, что нам просто, это ужасно, когда церкви становятся безразличными. Это ужасно, когда церкви считают, что реформацию общества произойдет, когда мы затянем сюда людей, ну давайте культурных пригласим, подмигнем, уговорим, ну как-то там, в общем, хорошими путями их пригласим. И тогда они придут здесь, изменятся, и пойдут они менять. На самом деле, и так пусть будет, но нам нужно выйти и посмотреть на наш город, на нашу область, может быть, не только на нашу. Может быть, кого-то Бог там цепляет, там правлю, или про какие-то там, я не знаю, там, Индонезию, как я люблю шутить, или еще какие-то моменты. И может быть, останется на уровне твоей просто полушутки, полусерьез, а может быть, ты позволишь Богу, скажешь, Бог, что ты для меня имеешь, неужели я что-то могу сделать, неужели ты вот на меня, мне какие-то вещи доверяешь. И знаете, так, кому нельзя, ну дать такой общий совет, да, там, да, это Бог или нет, это не Бог. У нас каждого здесь своя жизнь. Мы собрались, мы одна церковь, мы сегодня собрались, потом через час мы с вами разойдемся и будем жить своими жизнями, не особо друг за другом подсматривая, да, не особо там влазя в какие-то моменты. И только ты знаешь и Бог, ты говоришь ему да, не просто да, идут от краев земли. Знаете, мы пели такую песню, я закончу однажды, мне она так не нравилась, и мне не нравились слова, где было написано, протанцуй сотни милей за твоей любви. Мне казалось, это как кощунственно, люди не могут руки поднять, какие сотни милей, вы знаете, сколько сотни милей, это в километрах, а ну пройди для Иисуса, протанцуешь. Это такая, ну я понимаю, что это хипербола, ну так, в общем, ну, в общем, мы когда на своем служении пели эту песню, я сказала своему лидеру, измени эти слова, убери их, просто, ну, вставь туда что-то более правдивое. Потому что мы поднимаем руки, мы такие даем большие обещания, Бог, протанцуй сотни милей за твоей любви, пойду до края земли, куда не пошлешь, все сделай. Все мое твое. Вы говорите эти слова, я говорю эти слова, потому что очень хочется, чтобы так и было на самом деле. Но тогда нужно же быть теми людьми, которые отвечают за свои слова и знают цену своему служу, а не просто отдают красивые обещания. Поэтому очень верю, что мы будем теми людьми, что мы есть и будем еще больше теми людьми, которые мне все равно, которые ищут Бога и спрашивают, что ты, Бог, повелишь мне, делай. Которые находят себе, может быть, вы найдете несколько себе подобных в этом, в какой-то этой странной мечте, в странном времени. И Бог, мы потом будем слушать великие истории, которые нам нравятся, когда мы слышим про Ирон Танец и большую работу в Африке, чтобы, допустим, Украину не тронуть сейчас. Когда мы слышим, и мы думаем, ой, там наш плод есть. Но там есть в большей степени плод двух людей, мужа и жены, их двух детей, детей, распродавших все, поехавшим туда на миссию. Ты говоришь, зачем мы это делаем? Потому что детей своих здесь нету работы, но это время, которое есть в сердце, и это Бог, который ведет и направляет. Знаете, и это может быть до края земли, а может быть здесь близко, локально, в твоем городе, селе, поселке, в нашей стране. Знаете, поэтому верю, что мы такие будем живыми всегда, будем доброхотно отдающими свои жизни. Не просто деньги, иногда проще дать деньги, пусть идут и делают. Отдавая свои жизни, не говоря, Бог, мне здесь удобно, Бог, это мое хорошее место, можно не делать? Ну, Бог говорит, можно не делать, на самом деле, Бог никогда нас не принуждает. Но у нас одна жизнь, и мы хотим, очень хочется прожить ее, не просто достойно, а прожить ее правильно, как Бог говорит нам делать. Аминь. Аминь. Я верю, что мы именно такие. Мы с вами сделаем большие-большие дела для Господа. Сделаем?